Мы с вами немножко поразбирались с более сложными случаями передачи по наследству признаков, которые не описываются Медведевскими законами. При этом, первый мой вопрос, ну если Медведевские законы могут описать далеко не все, а на многом, не лишь половину случаях, описываются Медведевскими. Но может они какие-нибудь неправильные? И вообще, чего их учить? Нет, я не понимаю. Можно скинуть? Да, прошу. Просто некоторые фены зависят не от одного гена, а от них. Отлично. И если это понимать, то основные закономерности, выявленные Менделем, работают или не работают? Они работают. Конечно. Вот кроме случая взаимодействия генов, в каком еще случае могут нарушаться Медведевские законы? Да. Это гена, предусмотрительно одинаковые. Медведевское распределение при этом остается, но для генотипов. А для фенотипов, да, вы получите, на самом деле, непонятно, что промежуточное состояние признака. Вот как этот случай называется? Первый, который мы с вами давно уже напоминаем. Нарушение Медведевского законов, при моногибридном скрещении двух гетерожевых не получаете три к одному. Если ты определен более чем одним геном? Нет, это другой случай. Более о другом говорит. Множественная независимость от генов? Нет, нет, нет. Неполное доминирование. А, это еще раньше. Конечно, конечно. При неполном доминировании получим ли мы те распределения, которые обычно указывают в школьном учебнике? Нет. Нет, конечно, потому что гетерожевозда внешне будет окричаться от доминантного бомбиболта. Отлично. А нарушает при этом Медведевские закономерности. Да никак. Просто если понимаешь, что такое гетерожевозда, бомбиболта, если понимаешь, что такое все, то бенотипа. А вот если не понимать, если просто пробовать тупо звучить названием, то да, кажется, полное безобразие. Как же так? Основные законы генетики, которые вроде бы никогда, но почти никогда не работают. Вот именно поэтому, господа, я всегда предпочитаю, чтобы люди не зубрили, не зубрили, а старались разобраться, понять. Вот тогда это действительно знание. Мы разобрали с вами в прошлый раз несколько случаев сложного наследования. Не только взаимодействие гена, но и множественное действие одного гена. Результат работы одного гена может сказываться на формировании не одного фена, а целой группы фена. Причем вполне изгономерно, я предскажу, как бы, например, когда меняется аллея одного гена, и, пожалуйста, целый букет внешнеобритаемых признаков меняется. Например, когда у нее скурочка такая, у нее изменилась структура пера, у нее последовало множество проблем. Например, в результатах тепла из-за этого последовало, что она больше, все больше ест, у нее нарушался... Так, а вы не волнуйтесь, вас же сейчас никто вам двойку стоять не будет, да, собак на вас спускать не будет, да? Ну, он, Коля, не был на этом занятия, попробуйте не мне, а ему объяснить. Ну, хорошо. Ну, голландский курчавый, да, действительно меняется форма пера. Поворачивайтесь, Коля объясняет, что при этом произойдет. Писы придется все больше есть из-за того, что у нее не хватает тепла, потому что эти шпелья, они волнистые, они не могут... А, Владимир Владимирович, не мешайте. Это сложная задача объяснить другому человеку, не нужно мешать. Давайте, пожалуйста. Не могут тесно связать тело, будут все равно приходить, они будут отопчать как бы дым, не могут вместе... Тихо, тихо. Вот, Володе, надо учиться выражать словами свои мысли. Я вам говорил, вообще это очень сложный навык. К сожалению, сейчас натрачивается. Люди все хуже и хуже начинают выражать словами свои мысли. Вот сплошное... Это вот, махание руками, вон там, вон туда, вон тут. И по ним все равно все очень сложно. Пробуйте, пробуйте, Володя. Это очень полезное, необходимое упражнение. Пиры эти ложатся неравномерно, они не облегают тело, и поэтому курице или петуху такому будет холодно, недостаток тепла. И поэтому он будет все больше и больше есть, чтобы двигаться, вырабатывать тепло себе. А если он будет все больше и больше есть, тогда у него будет вырабатываться язва. Володя, давайте попросту. Вы одну бутылку с водой домой отнесите с ножки? Да. Отлично. Десять бутылок с водой? Ну, в принципе, да. В принципе, да. В принципе, да. Пятьдесят бутылок с водой. Ну, мне за одну бутылку? Нет, за одну. За одну? Ну, я просто не знаю. Если вы донесете, что с вами будет? Вот хорошо, вы совершили подвиг, вы дотащили пятьдесят бутылок с водой. Для работы спокойно, если она ничего не служит. А в чем дело? Почему с одной бутылкой вы там играючи спрашивались? Количество разное. Значит, при увеличении нагрузки на работающую окна, вот если перейден некоторый порог, когда нагрузка становится очень велика, слишком велика, что будет с органом? Он так и будет дальше продолжать работать? Или у него будут возникать проблемы? Будут возникать проблемы. Будут возникать проблемы, отлично. Хорошо. Вку приходится есть существенно больше, чем средненормального. Как это скажется на работе пищеварительной системы? Даже не будем уточнять, какие там патологии развиваются. Вот просто как это скажется на работе? Ухудшится. Отлично. Хорошо, произошло первичное ухудшение. Так, Коль, а ты скажите, пожалуйста, желудок и кишечник стали работать чуть позже. Как это скажется на их коэффициенте полезного действия? Ну, то есть на том, какое количество питательных веществ из пищи попадает? Уменьшится. Уменьшится. А ведь петушку надо именно кровь передать, питательные вещества, потому что вместе с кровью они попадут к мышцам, и мышцы могут работать. В результате что будет с запросом на количество пищи? Увеличится. Увеличится. Увеличится, а не надо, вот, вещество. Отлично. То есть у вас патология уже началась? Да? Она развивается. Да. Самая развивающаяся система. В результате естественности в тем органах начинают втягиваться функциональные патологии. В результате изменение одного гена будет приводить к изменению целого ряда признаков, вроде бы как внешних взаимосвязанностей. Вот это один случай, когда изменение одного гена вызывает изменение целого ряда внешноблюдаемых признаков. Он объясняется взаимосвязанностью физиологических процессов, дыхания, питания, выделения, движения и всего прочего. Да, а как он продолжает? Нет, я могу еще вторую. Давай, а я не продолжаю. Если у женщины сомны, ну, мы сомны уже должны, надежды переделить, если у женщины сомны, ну, сейчас повреждена храмосуама, у нее будет алис сила, то у нее сомн будет дать... Стоп, 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 стоп. Какая? Любая храмосуна? Нет, у нее, не знаю, половая храмосуна, ну, две иис. Ага, уже интереснее. Если у нее одна из этих х-поломна, и... Как, вся х-поломна в деревне-жике-поломна? Нет, да. Тогда же не приятнее ниже, и у них нет, непонятно что. Нет, имею в виду, что у нее уже... В одной из них указывается, что будет ад доминатная. Ад доминатная, что такое? Ад доминатная, одна... Нет, вот, ребят, вот это никуда не ходит. Попытка просто зазубрить непонятно что и непонятно зачем, не понимая что-то. Да? На самом деле это не настоящее знание. Это вот такой призрак знания, но то, что от вас потом будут требовать на ЕГЭ. Не понимая, что и зачем, выдать систему ответов в игре угадайка. С моей точки зрения настоящего знания, это имеет отношение с 125. Давайте всерьез. О каком таком признаке А вы говорите? И при чем здесь женская половая хромосома? Женская половая хромосома вообще-то... можно ожидать запись каких-то признаков, если уж она так называется. Какую перепугу ее так назвали? Женская половая хромосома. В одной хромосоме... Володя, вы себе представляете такого монстра, которого вы только что породили? Думать о словах прежде, чем сделать некоторое заявление. Думать о том, какую мысль вы собираетесь донести. Как смеешься в копии ДНК, чтобы это так будет передаваться в наследство? Классно. Ребята, послушайте мысль, да? В половых... А, кстати, только в половых хромосомах? Или во всех? В наследствах. Внимание. Очень часто именно так в школе бывает. В хромосоме содержится копия ДНК, которая будет передаваться по наследству. Хорошо, наследник ее получил. Зачем? Для того, чтобы откопировать и передать по наследству. Наследник получил. Зачем? Чтобы откопировать и передать по наследству. Отъясните, а зачем эти коммунты? Есть единственная задача ДНК, это передать по наследству. Ну хорошо, передал. А дальше что? Тихо, тихо, тихо. А ДНК смешивается с годом ко второму родительству? Хорошо, смешали. Дальше что? В возникального ДНК вам уже... Хорошо, новое ДНК, новое ДНК будем передавать по наследству. Вопрос, зачем? Чтобы... Ура. То есть, там, человеку бы, ну, ну, существо бы, больше, шансов, у меня уже в больнице, что... Классно. То есть, на ДНК, там, вот такие, полно-бонусные, да? Получил хорошую ДНК, получил много бонусов. Не получил, ну, не повезло, не получил бонусов. Тихо, 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 внимание. Думать, как эту мысль высказать словами русского языка. Бонярик, ну, короче, сон. ДНК записывается на рассказе у меня папа. Ага. Задача которой? Быть переданной по наследству. Да? Задача которой? Задача которой строится много. Бесконечная стафехная палочка. Берем, кель даем, берем, кель даем, кель даем, кель даем. И так поехали. С нее происходит много организа, дегота, клетки. Хорошо, дегота, клетки, да. Зародыш клетки. Да. Зародыш клетки, это был такой же. Хорошо. Ладно, дай. Ну, допустим, зародыш клетки. А ДНК действует чему? Вот, ребят, это и называется иллюзия того, что разоградится. Вот смотрите, мы с вами долго возим. Совсем, совсем нашли. И вы сейчас можете на улицу бить себя дявками в рот и говорить, вот теперь я все узнаю про биологию и так далее. Попробуйте хоть одну мысль сформулировать. И получается, мягко говоря, бредить. Ну как? Вот это называется иллюзия понимания, а не настоящее понимание. Поднимайте руки, это может хотя бы отчасти осознанно ответить. А зачем вообще нужна ДНК? Хорошо. Надо уметь копироваться, причем сам копироваться. А зачем это надо? Майя, ваша ваше... На ДНК нужно ответ, но на ДНК записана информация, как строить белки. Отлично. Хорошо. Но там не записано, как строить углеводы, липиды, не записано, как делать из этого стройматериала органоиды. Там что, кайблка? Коля? Но там есть, да, все такие белки, которые всем этим и занимаются. Именно так. Значит, на самом деле, модель кастрюли, вспоминаю. Что достаточно для того, чтобы превратить неживую систему в живую систему? Надо все в нем упорядочить. В определенных месяц, в определенное время активировать определенные ферменты. Все. Точка. А роль ферментов что играет в многоземных биологических структурах? Ускоряет скорую реакцию в тысячи. Причем во сколько раз? В миллион. Здесь десятка пищи, миллион. Да, да, да. Очень высокий коэффициент ускорения. Поэтому все остальные реакции можно считать просто шумными. Ну, помехами некоторыми, небольшими. Которые неизбежно происходить будут. Главный эффект, как плетя, будут оказывать те реакции, производство веществ, которых увеличено в сотни тысяч, в миллионы раз. Именно эти-то реакции находятся под контролем, под управлением ферментами. отлично. А как клетка умудряется строить необходимые ферменты в данную дницу времени? Света? Получитая РНК. Правильно. Именно там записаны файлы, так? Копирующие на РНК, потом на липосому. Детальки от слоте сейчас перечислять не обязательно. Ребят, так и только так. Вот, вся эта школьная байка о том, что ДНК нужна, чтобы передать ее по наследству, да, ДНК реально передается по наследству. Но зачем? Не чтобы ее опять передать по наследству. А для того, чтобы у детеныша были все программы, касающиеся в строении работы клетки, касающиеся развития из одной клетки или вот многоклеточного тела, касающиеся законов работы этого тела. Ведь все эти программы реализуются белками. Реализатор рабочий, робот, если хотите, это молекулы белков. А программы в строении активации, они как раз на ДНК. То есть ДНК нужно не для того, чтобы это бесконечность трансфер. А для того, ребята, хорошо, вы купили новый компьютер. Вот он новый совсем. Без состава. А я вот совсем без состава. Я еще пришел и злобно стер все программы, которые по умолчанию записаны на вашем кардиске. Зачем? А вот за кем? Чтобы вы попытались включить компьютер, в какой бы ситуации пришли? У нас работать можно? Нет. Не, не может. Что ему надо? все взять в какой-нибудь системе. Новую железнеку не установить? Операционную систему для начала него. Что такое операционная система? Ну, это... Хорошо. Это вот такого, или даже вот такого размера железной штуковина, которую я туда вбиваю. Вот она называется операционная схема, я взял эту сумму. Это информация. Ага, отлично. То есть это некоторая упорядоченная информация, записанная на определенном носителе. Отлично. Хорошо. Без этого условия компьютер будет работать? Нет. Не будет. Необходим софт, необходимо программное обеспечение. Так вот, программное обеспечение клетки записано на каком носителе? На ДМК. На ДМК. Понимаете? Программное обеспечение компьютера может быть записано на флешке, на хардиске, на оптическом диске, на черт и дьяволе и так далее. А в клетке программное обеспечение записано на ДМК. Причем в компьютере запись будет произведена при помощи какого языка? Как такие языки называются, которые используются для общения человек с компьютером? Программирование. Языки программирования, компьютерная кода. Ага, отлично. А как называется тот язык, на котором записана программа в живой клетке? В живой клетке. Да, конечно. И на основу этого языка с вами же. Что является колоном в этом языке? Три зубых словами. Три последовать настоящих ажурсистых снообразных. То есть триплетных реактива. Сколько разных кодонов в языке ДМК? Сколько разных букв в этом ОПЕ? Это не очень хорошо. Такие азовы, шкулы, георгий? 64. 64. Но все ли они обозначают аминокислоты? Нет. Поэтому кроме значимых кодонов, какие и шкодоны есть. Что кодоны значит крепинания? Они необходимы для того, чтобы составлять некоторый нормированный текст износителя информации. То есть на самом деле язык ДНК это нормальный язык. Естественный язык. Там свои синонимы, там свои правила чтения, там своя грамматика и так далее. Древнейший язык усилен. Хорошо. Так вот, ребята, как только у вас будет возникать ощущение, что вы в какой-то проблеме, не только в биологии, а вообще в какой-то проблеме, разобрались как следует, проверьте себя простейшим образом. Попробуйте что-нибудь объяснить своим дедушкам и бабушкам, которые этого не знают. Ну, неинтересно объяснять молекулярную биологу бабушке, если она доктор биологических знал, она и так это знает. А вот если бабушка никакого отношения к молекулярной не имеет, и вам не удастся объяснить так, что она поймет. А это будет неинтересно скорее всего. А вы поймаете, посадите, глядите прямо в глаза и объясняете, объясняете. Вот если вам не удастся, то значит вы не удастся такие действительно разобрались. Проверка здесь очень простая. Это старые учительский анекдот студентов педвукса. Как приходит молодой учитель в класс, провел несколько занятий, встречает со своими друзьями, говорит, ну какие же они у меня тупые школьники в моем пояса. Я первый раз объяснил материал, они не поняли. Второй раз объяснил материал, они все равно не поняли. Третий раз объяснил материал, сам поняли, а они не поняли. принял. Значит, понимаете, в чем дело? Единственный способ по-настоящему разобраться, это действительно, как вы себя проверите, разобраться? Рассказать, несколько раз. Рассказать. Я могу рассказывать, там, я не знаю, вот этим чайком пролетающим, да? Я могу рассказывать вот эти стены. Вот, это значит не рассказать, а объяснить. Объяснить и проверить. Так, поняли тебя или не поняли? Правильно поняли или неправильно? Вот это да, вот это такой хороший критерий того, что вы действительно такие разобрались.